Ну что, просили обзор на компрессор от суббренда Xiaomi компании 70mai? Получите и распишитесь. Поставляется он в простенькой белой коробке с указанием бренда, а также основных характеристик. Внутри только сам компрессор, а также инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Корпус компрессора мне, если честно, напоминает армейский котелок времен Второй мировой. Он выполнен полностью из металла, но имеет тряпичную ручку для удобства переноски. А также снизу имеются 4 резиновых ножки, которые помогают гасить вибрацию во время работы компрессора. Внутри под крышкой имеется шланг длиной в 50 см, а также кабель питания, суммарная длина которого равна 3,6 метра. Крепление к соску пластиковое, зажим работает легко. В адаптере питания установлен предохранитель, короче все как у людей. Также в корпусе имеется 3 переходника разного диаметра, подмечи, матрасы, детские надувашки и прочие актуальные летом вещи. На первый взгляд возникает ощущение, что компрессор можно достать из кожуха, но это не так. Он прикручен к днищу болтами, хотя при желании никто не мешает вам их выкрутить, они прячутся под ножками корпуса. На лицевой панели расположен дисплей и сенсорные кнопки. Кнопки включения нет, компрессор включается автоматически, как только на него подают питание. Кнопки во время работы имеют синюю подсветку. По управлению тут все достаточно просто. Кнопка R позволяет выбрать величину измерения давления. Плюсом или минусом задается необходимый предел, до которого качает компрессор. Максимально допустимое тут 7 бар. И после того, как данный предел будет достигнут, компрессор автоматически отключается. Нижняя кнопка запускает компрессор и во время работы светится красным. Производительность компрессора 32 литра в минуту. И как заявляет производитель, устройство в среднем способно накачать за 3 минуты колесо от легковушки и за 6 от внедорожника. На легковом авто проверять не стали. Решили качать колесо от джипа на 16. В итоге полностью спущенное колесо компрессор до 2 бар накачал ровно за 7 минут. После накачки колеса до заданного значения компрессор автоматически отключился. Воздуха кстати качает чуть больше. Скорее всего для того, чтобы компенсировать потери при снятии фиксатора шланга. Также в компрессоре присутствует встроенная функция памяти. Компрессор запоминает установленное предельное значение. И при последующем включении его нет необходимости настраивать заново. В целом мне компрессор понравился. Он выполнен качественно, работает хорошо, качает точно. Проверял манометром на шиномонтажке, все пуля в пулю. В котелок спокойно укладываются все шланги провода. И не приходится их по полчаса утрамбовывать, чтобы закрыть крышку. Из мелких недочетов данной модели могу только отметить, что нет возможности стравливать воздух до нужных показателей. Если только приотпускать зажим на шланге. Ссылку на данный девайс оставлю в описании под видео. Пишите, что вы думаете про этот компрессор в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok